О продолжении строительства ЛРТ в столице пока речи не идет. Об этом сообщил Аким столица Алтай Кульгинов. Он уточнил также, что вопрос привлечения финансов для завершения проекта из пенсионного фонда тоже не рассматривается. Сегодня городоначальник рассказал и о других актуальных проблемах в столице. С подробностями Динара Абдирова. Столичные власти затрудняются однозначно ответить, будут ли достраивать печально известный проект ЛРТ. Экономическая ситуация не позволяет реализовать проект, рапортуя таким в столице. Более того, из-за отсутствия денег не могут завершить даже первый этап строительства. Откуда возьмут средства, тоже пока до конца не ясно. Но это точно не будут деньги из пенсионного и национального фондов, отметил Алтай Кульгинов. В период пандемии с банками работа была временно приостановлена. Первый этап начался. Вы видите, сколько инфраструктуры было построено. Потом второй этап уже соединить со старым вокзалом. Потом нужно понимать, что это не только для пассажиров планировалось, пассажиров аэропорта. Вы же видите, как быстро растет город. Столица растет. Вместе с этим становится все больше экологических проблем. В последние несколько дней мегаполис окутал густой смог. Главными источниками загрязнения воздуха Аким назвал ТЭЦ, частный сектор и большое количество автомобилей. Есть несколько вариантов решения проблемы, считает Аким. Основной – газификация города. За счет этого планируют снизить количество вредных выбросов более чем на 40 тысяч тонн. На голубом топливе уже работают четыре водонагревательных котла ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Остальные переведут до конца 2023 года. Переведут на газ со временем и столичные кафе и рестораны. Многие из них сейчас пользуются переносными баллонами, не всегда безопасными. Кстати, после взрыва в микрорайоне Чубары комиссия при Акимате проверила больше ста объектов общепита. Естественно, как раньше, плановые проверки не проводятся. Потому что государство создаёт условия для бизнеса. Но вместе с тем, получается, некоторые бизнесмены злоупотребляют этим доверием. И не соблюдают элементарные, а это очень важно, требования пожарной безопасности. К чему это привело к таким негативным последствиям человеческим жертвам, к сожалению. Ещё один актуальный вопрос – долгострой. За полтора года, по словам Алтая Кульгинова, их число сократилось более чем в два раза. В прошлом году в эксплуатацию ввели 10 из 52 жилых комплексов. До конца этого года планируется завершить 20 объектов долевого строительства. Динара Абдирова, Хабар, 24.